Доброе утро, друзья! Программа Танцера в прямом эфире, и мы с Анной готовы рассказать вам все самое полезное, а иногда просто интересное со всего мира. Да, и мы любим знакомить вас с подрастающим поколением, потому что у нас зачастую в студии бывают самые интересные ребята. Да, здесь я хочу рассказать о мальчике по имени Эче Чиносо из Нигерии. Он попал в книгу Гиннеса за то, что установил рекорд в футбольном фристайле. Он набил мяч 111 раз за минуту. Представляете, для этого он тренировался каждый день в течение долгого времени. Да, я уверена, что мы скоро услышим это имя в мировом футболе. Вот еще один тинейджер Насуп Гилл из Великобритании установил математический рекорд. Он решил 196 примеров за минуту, то есть давал три правильных ответа в секунду. Ну вот, какая скорость. Какой удивительный мальчик, смотрите на него. Вот это скорость. Вот это скорость, вот это ум. Как он рассчитывает все это, как он считывает, ничего себе. Я обожаю наших детей, мне кажется, из них вырастет очень интересное поколение, потому что они такие свободные и так хорошо знают, чего хотят. Да, согласна. И в Казахстане, кстати, немало талантливых детей. С одним из них познакомимся прямо сейчас. А давайте сначала посмотрим сюжет, а затем встретим нашего юного гостя здесь, в студии. Ни для кого не секрет, что Лизгинка очень яркий и темпераментный танец, который способен поднять настроение и увлечь самых унылых зрителей. От одной музыки и четкого барабанного ритма этого танца хочется прыгать и веселиться, а ноги самостоятельно начинают движение, будто просятся в пляс. Юный Даниал, у которого прозвище «Артист», явно знает, как зажигать публику и охотно делится своим опытом с друзьями. Всем доброе утро, меня зовут Усер Даниал, мне 9 лет, я учусь в 4 классе в 159 гимназии. Помимо хорошей учебы в школе, я занимаюсь каркасскими танцами с 5 лет. Я не представляю свою жизнь без Лизгинки. Лизгинка – это мое все. Где бы я ни находился, я стараюсь показать свое мастерство. Лизгинка в первую очередь для меня любой зритель, энергия. Я танцую всегда от души, поэтому сейчас посмотрите мою тренировочку. Кавказские танцы для мальчиков особенны тем, что дарят раскрепощенность, лишают всех комплексов, даря уверенность в себе, заряд бодрости и энергии. Лизгинка помогает мальчикам раскрыть себя, выразить свои чувства и эмоции, выпустив их в танцы. Во время исполнения танца чувствуется драйв и адреналин. Мальчики очень бурно поддерживают друг друга. Все танцы «За Кавказе» являются своеобразной театральной постановкой. К примеру, Лизгинка – танец «Орла и лебедя». Именно эта группа танцев особенно интересна для детей. Танец также исполняется в паре, воспитывая в девочках грациозность и изящность, а в мальчиках – мужественность и статность. Я просто в этом ребенке, я вижу, как можно сказать, большое будущее. Он человек очень творческий. Мы стараемся развивать в него это все, чтобы в будущем тоже он продолжал мою карьеру. Он настоящий артист, он умеет себе показать, как надо. Я его имя поставил – артист. Я его забыл всегда на тренировке – артист. Ух ты! Сегодня будем танцевать. Да, и Даниал со своей мамой Шинар уже у нас в студии. Доброе утро! Доброе утро! Как настроение? Все хорошо? Да? Мы такие с Бахтяром на минутку такие замерли. А зрители, наверное, не поймут почему. Потому что Даниал такой сидит и говорит, дайте, пожалуйста, я послушаю, что там говорит. Это был тренер? Да. Значит, очень важно, что говорит тренер. Да, для меня очень важно, что говорит тренер. А как давно ты занимаешься этим видом танцев? Я занимаюсь 5 лет. 5 лет, можно сказать. Сейчас тебе 10 лет, да? Нет, мне 9. Тебе 9? Ну, скоро будет. Ну, вот, 5 лет ты уже занимаешься. Скажи, а почему ты выбрал именно это направление? Ну, это очень хорошее направление. Это очень весело. И мне очень нравится, когда я танцую лескинку. И я, когда танцую, мне сразу очень нравится. Ведь это для меня любовь зрителей, энергия. Это очень круто, когда тебе хлопают, и миллионы зрителей нравится, что ты танцуешь. И для меня это очень круто. Я всегда стараюсь показать свое мастерство. Молодец. Так, а давайте теперь с мамочкой тоже поговорим. Замечательный вопрос был по поводу именно направления. Почему именно эти танцы, может быть, я не знаю, вы увидели по телевизору. Может быть, вы ездили в какую-то страну, отдохнули, и там ваш сыночек увлекся именно кавказскими видами танцев. Ну, ни для кого не секрет, что кавказские танцы всегда являются такой вот, самый такой... Эмоциональный. Мужественный, наверное. Да, на любом мероприятии лесгинка это всегда гвоздь программы. Да, да, да. Хоть мы и находимся далеко от Кавказа, как бы, да. Вот. И естественно, что вот этот вот азарт, вот эта энергия, харизма, все это как бы вдохновило меня, чтобы я отдала своего сына. То есть он же тогда совсем маленький был. Да, да, да. Это, получается, выбор мамы? По большому счету. Отчасти, да. Ну, если брать во внимание, что он был совсем маленький тогда, то есть вы чем-то его увлекли. Да. То есть Даниал с детства был таким достаточно гиперактивным ребенком, и, ну, ему всегда нравилось танцевать. И, как бы, я считаю, что задача любого родителя, это раскрыть какой-то внутренний потенциал своего ребенка. Вот. И помочь ему его, как бы, реализовать. Правильно, Витя? И, как вы сказали, самое главное, это когда ему нравится это дело. Правильно? Да. Даниал у нас танцует индивидуально с мальчиками или с девочками. Какие танцы? Ну, это, допустим, как вы увидели только что, это называется импровизация. Мы выходим и приглашаем девушку. И что происходит в этот момент, как нужно себя вести? Ну, просто с Бахтиаром не знаем, никогда не танцевали, хотим у тебя уточнить. Да, ну, в этот момент ты должен очень хорошо себя проявить, чтобы, ну, чтобы пригласить девушку. Чтобы девочка захотела с тобой потанцевать, да? Да, так сказать, короче, против препятствия. Ой, молодец, молодец. Вот, если в этом возрасте мальчик начинает преодолевать какие-то препятствия, то я думаю, что в дальнейшем, ну, смотрите, Шнарс, ваш сыночек, наверное, рано женится. Препятствие одно пройдено, следующее препятствие уже ближе к свадьбе. Теперь я хочу поговорить о костюмах. Так. Какие красивые костюмы, да, вот, в каркасских танцах. Сколько у тебя вот таких костюмов? Ну, я имею с собой один. Могу рассказать элементы, что это. Вот, да, конечно, конечно. Вот это папаха, это головной убор дагестана. Вот это черкесская, это усть любого каркасской нации есть, это надевается сверху. Это рубашка, это, ну, повозина так, чтобы, а это трюкор. Вот тут должны быть ичики на коленнике. А, потому что же, когда танцуете в танцах, вы можете на колени встать, да, в какой-то момент? И обувь должна быть чешки, да? Да. Обувь должна быть ичики. Как называется? Ичики. Это вот такие длинные сапоги кожаные, вот. Это подколенники там. А, ну для того, чтобы пока, наверное, маленькие, ему неудобно или с чем это связано? Или их найти сложно? Их найти у нас сложно. А. То есть вам обязательно нужно на Кавказ дать? Да, мы заказали, но, к сожалению, к передаче не успели прийти. Это же национальные, как бы, костюмы, да, не у всех всегда есть такая возможность здесь найти, но на Кавказе еще не были. Ты бы хотел, вот, наверное, есть у тебя какая-нибудь мечта станцевать с настоящим кавказцем, кто знает все азы этих танцев? Нет, конечно, есть, например, моя мечта поехать в Грузию и выступить. Вот как раз по поводу выступлений. Это просто хобби, либо вы участвуете в каких-то мероприятиях, танцевальных баттлах, я не знаю, выступаете где-то? Старшая группа выступает, и мой состав тоже выступает. А ты? Ну, я тоже должен был уже три раза, но эти все фестивали, ну, я не смог поехать. Не получилось. Дай бог в будущем, чтобы ты поехал, например, в Грузию, поел шашлык, выпил гранатовый сок. Хачапури, да, хинкали, дай бог, дай бог. А теперь вопрос маме. Есть ли у вас еще дети, и как они относятся к танцам или вообще к искусству? Чем занимаются, например? Я мама троих сыновей. Да, у меня мой старший сын, ему 23 года. Ой, простите, а вам сколько, 18? Стараемся, спасибо. Очень хорошо выглядите. Спасибо. Старший сын мой закончил первый московский государственный медицинский университет на красный диплом. Молодец. Вот, и сейчас он поступает в президентуру, вот, и поэтому я надеюсь, что он станет очень хорошим врачом, вот. Второй мой сын, ему 19 лет, он у нас спортсмен, мастер спорта в Республике Казахстан, вот, чемпион Казахстана по ММА среди юношей. Ничего себе. Спортсмен, танцор. Медик. Медик. Это замечательно. Ну, конечно, когда такая мама. Да. Куда вы еще деться? Куда еще, да. Спасибо. Да, вы очень прекрасно выглядите, и сразу по вам видно, как Даниал себя ведет, что прям воспитание на высшем уровне, и мы хотим сейчас с Бахтиаром, я думаю, что все наши зрители, посмотреть все-таки на талант Даниала, как это все выглядит. Да? Да? Можно тебя пригласить на сцену? Просим, Даниал. Можешь сюда вот прям на сцену подняться. Вот сюда? Да. Можно я отсюда? Начну просто тут маленькая. Да, конечно, как тебе удобно. Как тебе удобно. Итак, музыку. Так, мы готовы. Так, мы готовы. Так, мы готовы. Преодолевают препятствия. Преодолевают препятствия. Преодолевают препятствия. Благодарность за то, что пригласили нас в вашу студию за такое волшебное утро. Спасибо. Было все здорово. Да, спасибо вам.